Итак, приступаем к новой книге, которая называется «Бэмидбар», и у нас она называется книга «Чисел». Почему «Чисел»? Потому что она начинается с исчисления народа Израиля. Похоже, что Богу нравилось считать евреев. И первая глава также тоже называется «Бэмидбар», и с первого начала главы по 4 главу 20 стих, и во вторая книга пророка Гошия. «Вайедабер Адонай Эль Маше бэмидбар Синай бэ Агэль Маэт бэ Эхатла Хадэш ашейни башана ашейнит лэцитам мээрэц пицраем лэймор. И говорил Бог, обращаясь к Маше в пустыне Синай, в шаткле откровение в первый день второго месяца, во второй год после исхода их из страны египетской так». Итак, когда это происходит? Значит, видите, первый день второго месяца, второй месяц это имеется в виду после Пасхи, во второй год после исхода, то есть с момента исхода прошло сколько времени? Один год и один месяц, да? Один год и один месяц. Хорошо. И здесь говорится об исчислении и о порядке. Об исчислении Израиля, об исчислении левитов, но не всех родов, еще один род переносится в другой главу. Да, но и говорится о том, как располагались в определенном порядке в стане Израиля, различные племена Израиля. Вот я вам таблицу нарисовал, можете ее переписать. И как располагались израильтяне во время движения. Видите, здесь показывается тема порядка, тема порядка. И мы говорили, что само название в пустыне, да, не только означает, что они были в пустыне, в пустоте, но и также в том, что Бог говорил, да, можно сказать, бе-мид-бар в говорении, в процессе говорения, в процессе научения израильтян Богом. И дальше говорится определенные законы, а потом как будто бы, получается, пропускается почти 40 лет, да, и уже говорится о каком времени? О том времени, когда уже евреи подходят, да, к Израилю и уже о подготовке в Эрис Израиль, говорится в этой книге. То есть, смотрите, какая интересная книга, да, 40 лет она охватывает, причем наиболее подробно, второй год, да, и наиболее подробно, сороковой год жизни в пустыне. И книга бе-мид-бар – это книга, описывающая становление еврейского народа. Этот процесс именно происходит в пустыне, вдали от городов, вдали от центров культуры, так сказать, от литванового влияния всяких там хананьян, египтян и прочих. И говорил Господь, обращаясь к Ваше в пустыне Синаи в шатре Откровения, первый день, второго месяца, второй год после исхода их из страны египетской так. Произведи исчезление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, по количеству имен всех мужчин поголовно. Что интересно, здесь не говорится просто переписать всех людей, которые там были, и составить, например, в алфавитном порядке. Здесь говорится о чем? О семьях, да, по семейству им. Мы части семьи. Дальше говорится по отчим домам им. Что значит? Ну, отчим домам – это как бы большая семья. Ну, вот, например, я когда всегда молюсь, да, я говорю, Господь, что Он благословил всю нашу большую семью. А какая это семья? Это моя семья, да, я, жена моя. Потом вторая семья – это что? Сын, его жена и дети. И третья семья – это семья Бриксов, да. И то есть вот эти мы все три семьи состояем одну большую семью. Правильно? Вот. Поэтому можно сказать по отчим домам их. А дальше идется по количеству имен всех мужчин поголовно. Очень важно, что учитываются имена. И помните, мы говорили, когда говорится об именах человека, имена у всех у нас разные. Почему? Потому что имя человека – это суть человека. И бывает, иногда имя дается человеку одно, а люди, когда смотрят на него, да, и говорят, что это, наверное, другое у него имя. Ну, вот, как вы думаете, когда Давид, помните, крышевал одного человека, а потом вот его крыша поехала, и пришлось Давиду ему мозги управлять, да? Как этого человека звали? Навал, да, безумец. Ну, а как вы думаете, стало бы мамой его так называть? Ну, наверное, его так называли соседи, правда? И по определенным причинам. Поэтому, когда сказал безумец сердца своем не от Бога, это можно думать, что вообще безумец сказал, а может быть, Давид пишет, он часто в Салмы писал на конкретную ситуацию. Мы помним об этом. Поэтому имя человека – это его сущность. Так же, как у Бога очень много имен, потому что Бог имеет много разных, да, разных особенностей, разных черств характера, как говорят, атрибутов Бога. Вот, и видите, Медраж Бемедбар Араба, Россия объясняет, почему считал Бог так много раз сынов Израиля. Из любви к ним он их считает. То есть, по количеству имен каждый называл свое имя, и его записывали в книгу. А потом подсчитывали имена и знали, сколько всего человек был. Так говорит комментарий Мальбима. Мальбима. Видите, что получается? Каждый давал свое имя, и каждого книга было записано имя. Наши имена записываются в книгу? А если человек из числа сынов Израиля выбывал, что делал с его именем? Вычеркивали, правда? И были определенные люди, которые были вычеркнуты из этой книги. Хорошо. И мы видим, какой для этого урок для нас. С одной стороны, каждому хочется быть самостоятельной личностью, да? Поэтому исчисление производилось с помощью имен, и каждый знал, что он не безличное существо. Там не было, как в концентрационном лагере. Каждому выгравировали номер на руке, да? Или какой-то чип ему вставляли с инвентарным номером. Но каждый имел свое собственное имя. И, с другой стороны, исчислялись и не просто так, в алфавитном порядке, а в определенном порядке по семьям, по отчим домам, по племенам Израиля. То есть, это имелось в виду, что наша принадлежность к чему-либо. И когда поголовно, это в русском языке по головам считает. А знаете, как считали евреев? Буквально? По носам, правильно. Вот поэтому еврею такие носы. Чтобы за ними хорошо было держаться, водить еврею. За нос, да длинный нос еще означает. Долготерпение, да? И Бог хитал еврею по носам. И поэтому одно название этой книги, да? Значит, книга исчислений. Сефер Пекудим. Сефер Пекудим. Или книга чисел. Об исчислении также говорится в книге исхода. Помните, в голове Киты Са. Но чем же отличаются в книге чисел от предыдущих исчислений? Дело в том, что до того исчисления было перед началом строительства Скинии. И прошел практически год без одного месяца. Прошел год без одного месяца. И евреев оказалось столько же, сколько перед началом строительства Скинии. То есть, никто не умирал, да? Во время строительства Скинии. Хорошо. И мы видим еще интересно, что имена людей, которые были там. Вот имена людей отражают их отношение к Богу. Вот, например, некоторые из имен. Дью-эль. Дью-эль означает дью. Да? Это «знайте» от слова «да». «Знайте Бога». Хорошее имя? Вот. «Знайте Бога». «Эли-шама». «Мой Бог меня услышал». «Эли-цур». «Мой Бог» — это «защита». Да? «Эли» — «Мой Бог» — «Цур». Крепость, скала. «Цури-шадай». «Цури-шадай» — «Моя скала всемогущая». «Ами-шадай» — «Мой Бог надеется на всемогущего». «Эли-эзер» — «Бог помощь». «Бда-цур» — «Выручи скала». Помните, что одно из имен Бога — это что? «Скала» — «Цур». «Цур» — «Маос-Ешуати». Помните? «Скала» — «Крепость моего спасения». И другие имена. Например, «Чувствуется надежда евреев на взаимопомощь». «Ами-надав» — «Мой народ щедрый». «Ахи-езер» — «Брат в помощь». «Ахи-самах» — «Брат поддержка, опора». «Ами-гуд» — «Мой народ в сиянии». Красивые имена? Мы просто эти имена пропускаем и не знаем их смысла. Если бы мы хорошо знали еврит, то нам бы это было бы приятно. Итак, вывод. «Бог наш» — «Бог порядка». Второе. У него все учтено и все под контролем. Луки 12, 7. Даже волосы сочтены. Третье. «Бог знает каждую нашу значимость. И каждый из вас здоров Богу». Четвертое. «Исчисление евреев происходило не просто так, а по семейству». То есть семья — это основа народа. И все евреи были записаны в книгу. Мы могли бы сказать, что это книга жизни. Правда? И мы тоже записаны в книгу жизни. Почему же именно в пустыне давал Бог откровения и учил свой народ? Первое. Пустыня — это территория, которая никому не принадлежит. И любой человек может там жить. Отсюда означает, что Тора, она свободна для всех, кто хочет ее изучить. И так как в пустыне может беспрепятственно наступить всякий, и никто не может сказать, что это моя территория, а не твоя, частная собственность, частная территория, да? И каждый из нас должен быть смиренным. Правда? Пустыня учит смирению. Смирение. Что такое смирение? Это, прежде всего, осознание своей малости. И когда один человек где-то в пустыне, можно себе представить, как он смирен. Правда? Хорошо. Что дает смирение привидителю к Торе? Первое. Чтобы преуспеть в изучении Торы, человек должен искать общество Талмидей-Хахамим, то есть учеников при мудрости, да? Превосходящий своей мудрости и учиться у них. Високомерный же не принимает советов и наставлений от других людей. Второе. Тот, кто убежден в своем первородстве или превосходстве, не станет напрягать силы ради выполнения тех митцвод, которые кажутся ему незначительными. Уделять большое внимание точному выполнению требований остальных митцвод он тоже не будет. Меня порой поражает удивительное отношение евреев к Торе, к синагоге и ко всему еврейскому. Но я понимаю, что потому что мы живем в Галуте, и евреи как-то всячески стремятся от этого отстраниться. С другой стороны, вот такие полуевреи, четверть евреи вроде меня, да? Которые вдруг осознают свое еврейство, они закапываются в этом с огромнейшим, с огромнейшим удовольствием, да? Вы помните, я всю свою жизнь был хоббитом. То у меня хобби было рыбок разводить, то у меня хобби было разные там приемники, вот всякие собирал, да. Было хобби у меня в модели собирать, судовую и так далее. А сейчас у меня нет хобби. Ну, то есть я могу там поиграть в компьютер, я могу посмотреть фильм, я могу почитать книгу, но это не есть мое хобби, которое есть, ну, как увлечение такое, да? Вот когда я начал этим заниматься, я уже хоббитом перестал быть. Ну, это не гордость, а просто, знаете, потому что, ну, на другое время немало. Согласны? Вот. И для меня это очень все дорого. А для человека, который это получил, так сказать, даром, наследство, через своих родителей, они этого не ценят. Так вот и получается. Дальше. Смиренный любезен Ашему, потому что такой человек все время пересматривает свои поступки, чтобы исправить созданные ошибки. Высокомерный же глух к любым упрекам и не способен к самокритикам. Поэтому он далек от шувы. Это смирение применительно к Торе. Что же дает смирение в жизни вообще? Смиренный человек наслаждается жизнью, не обращая внимания на материальные обстоятельства. А высокомерный недоволен своим живьем. Правда? Вот человек что-то получил, и все, ему мало. Хорошая у него машина, вот у соседа лучше, у кого-то лучше. Да? Смиренного человека такое ощущение нет. Поэтому смиренные люди, они счастливы. Такие смиренные люди, они кажутся странными этому миру, правда? Даже безумцы этому миру, потому что у них совершенно другая шкала ценностей. Они кажутся неудачниками этого мира, потому что они не стремятся к той удаче, которая принята в миру. А люди не понимают, какую удачу мы имеем в Господе. Если несчастье посыграет высокомерного человека, он начинает возмущаться, негодовать, а смиренный может перевозмогать беды, неудобства и жизненные неприятности. Помните, как Павел говорил? Умею и так, умею и так. Не отказываюсь от денег, когда мне дают, да? Но если у меня ничего нет, ну и ладно. Вот одет, обут, слава Богу. Кушать есть что-то на сегодня. И дальше, видите, особое внимание, которое придается Торе Смирении, она диаметрально противоположна современной теории эмансипации. Теперь учат, что ребенок рождается не с обязанностями, а с потребностями. И следовательно, он ничего не должен Богу, ни родителям, ни учителям. И когда люди только живут как потребители, есть даже такое слово потребители, правда? И удовлетворяют все свои потребности, но потребности – это такая штука, что их никогда не удовлетворишь. Чем больше их удовлетворяешь, тем хуже становится. И если человек понимает, что у него есть обязанности, и даже у маленького ребенка есть обязанности перед родителями, есть обязанности перед учителями, есть обязанности перед Богом, правда? Совершенно другое отношение. Поэтому, видите, раньше в 12 лет или в 13 лет человек уже становился настолько самостоятельным, что он уже нес определенную ответственность в общине. А сейчас некоторые люди вырастают и в 20 лет, потом учатся в институте до 30, и в 30 лет они еще тоже абсолютно, да, как дети, но не в лучшем случае, а в худшем случае, как безответственные люди. Видите, то, что молодые люди не женятся, это тоже чаще всего от чего? От того, что люди не хотят брать на себя ответственность. Ни больше, ни меньше. Корень все в этом проблеме, правда? Итак, значит, пустыня – это место смирения. Пустыня – это сплошной песок. И это намекает нам на то, что для изучения Торы нужно быть скромным, как земля, как песок. Требование уподобиться пустыне означает также, что еврей должен быть готов нести определенные материальные жертвы для изучения Торы. Понятие пустыня противоположно цивилизации с ее материальными благами. Кто жил в центре цивилизации? Лот, да? Он жил в очень богатом цивилизованном городе. В те времена там была горячая, холодная вода, бассейны в центре каждого двора. Там всякие были удобства. Ну и что это дало Лоту? Ничего не дало, правда? А пустыня – она противоположна цивилизации, противоположна материальным благам и при этом роскоши. И еврей может преуспеть изучение Торы и когда выполняет он заповеди, он должен идти, быть готов идти на жертвы в мирских делах. И еще одна характеристика пустыни – это ее пустота. Интеллект еврея, прежде чем в нем могут укорениться идеи Торы, должен быть подобен пустыне, чист от всего чуждого. Помните, как говорил Аркадий Райкин? Там кто-то, закончив школу, пошел в институт. Ему говорят, прежде всего, забудьте школу, как кошмарный сон. Вас там учили чему угодно, только не тому, чему нужно. Заканчивает институт, приходит на работу, говорит, забудьте институт, как кошмарный сон. Да, вас тоже там учили чему угодно, только не тому, что нужно. Правда? И начинается у евреев пустыня. Они очень много знали. Вы думаете, там они были глупые? Некоторые набрались на такой египетской премудрости, которую мы не знаем. Моисею, чтобы эту египетскую премудрость забыть 40 лет, понадобилось. Хорошо. И еще пустыня. Видите, пустыня бесплодна. Во время блужданий в ней Всевышний обеспечил евреев пищей, водой, одеждой и жильем. То есть, изучая Тору, мы должны верить, что Бог даст нам средства существования. И последнее, что дает нам пустыня. Идущие по пустыне должны остерегаться змей и скорпионов. Так изучающие Тору должны остерегаться своих дурных желаний и не быть слишком самоуверенных. Хорошо. Теперь мы немножко поговорим о станах в пустыне. Вот если взять пример, мы смотрим, что в центре стана, если этот стан стоял какое-либо длительное время, что находилось? Мишкан. Дальше был стан Кагенов, которые обслуживали Мишкан. Вокруг стана Кагенов был стан Левитов, как будто как матрешка такое строение. А вокруг стана Левитов был стан Израильтян. И еще, хотя это не написано в Торе, но мы знаем, что мы верующие огружены легионами ангелов. И поэтому еще был один стан невидимый, да? Какой стан? Стан ангелов. Совершенно верно. И на востоке от Скинии расположились стоянка семи Левитов. Значит, Маше, Аарон, Сынея. Аарона будут стоять на востоке у хода Мишкан. Ход Мишкан был на востоке, да? И по этой причине вход в синагогу евреи ашкенадские делают на восток, да? И, по-моему, храмы православные тоже вход на восток. Значит, тогда, получается, где у нас вход? Алтарь на восток. Алтарь на восток. Алтарь на восток. Хорошо. Значит, вход был с востока. И поэтому Маше и Аарон и сыновья Аарона ближе всего находились ко входу Мишкан. На востоке всходит солнце, и с востока изливается свет. Этого Маше и Аарон, они символизировали свет Торы. К западу от Мишкана располагались роды левитов Гершон, Кегад и Мерари. И вот этот, вокруг Мишкана, где располагались левиты, это расстояние было значит, тысячу локтей, то есть, 500 метров, 500 метров вокруг. К западу от Мишкана стояли сыны Гершона. И с запада приходит снег, зной, мороз и ливни. Сыны Гершона обладали духовной способностью прикрыть сынов Израиля от действия этих сил природы. Так говорит Медраж. И Кегата, которые несли непосредственно ковчег, они располагались с юга. С юга. И так были окружены вокруг сынами левитов. Дальше. Вокруг Мишкана на расстоянии тысячу локтей, то есть, дальше, 500 метров, располагались четыре стана с севера, с востока, с юга и с запада. С восточной стороны по три племени. Это можно было бы сказать, как легион, состоящий из трех дивизий. Из трех дивизий. Иегуда. И поэтому знамя Иегуды было самым главным среди этих трех станов. Это среди этих трех племен на востоке Иегуда, да? И Сахар, и Завулон. На юге кто у нас располагались? На юге Реувен, Гат и Шимон. Реувен был среди них главным, да? Поэтому под знаменем Реувена. С запада Эфраим, Бениамин и Менаши. Помните, Эфраим и Менаши они получили одинаковые права с начальниками других колен. Эфраим и Менаши. И к ним был Бениамин. Вот можно сказать, что они все родственники, да? Были, от одной бабушки произошли. От одной бабушки. И, наконец, северная сторона. Это был Дан. Дан. И говорят, что тьма спускается на мир с севера, и Дану было отведено это место, символизирующее, что колено Дана жило причиной духовного задмения. Помните, в свое время Иераван установил на землях Дана одного из двух тельцов. И еще во время Судей люди из колена Дана поклонялись статуе Михи. Помните, у Михи такая была статуя золотая, да? И они отобрали и поклонялись этой статуе. Ашер. Ашер. Ашер стоял рядом с Даном в надежде на то, что его свет изольется на объятой тьмой лагерь Дана. Таким образом, эти два были необходимы друг другу. Они как бы уравновешивали друг друга свет и тьма. И Нафтали изучал особое благословение изобилием и он также находился рядом с Даном. И видите, благословение быть светом, да? И благословение быть изобилием для тех, кто объят тьмой. Несмотря на то, что колено Дана впоследствии имело определенные проблемы, но это колено тоже входит в Царство Божие. И снаружи и снаружи да, Дан Ашер Нафтали и под знаменем Дана. То есть, это был легион Дана, легион Ягуды, легион Ревена и легион Эфраима. В каждом легионе по три дивизии, можно сказать так. А вокруг легионы ангелов. С севера ангел Уриель, с востока ангел Гавриель, с юга ангел Михаэль и с запада ангел Рафаэль. Знаете, что означают эти имена? Да, Гавриэль это сила Божия, Гибор, Гавриэль, сила Божия, Гибор, да, Михаэль, что означает? Подобный Богу, Михаэль, тот, кто подобен Богу, Михаэль. Уриэль, Ор, свет, да, Уриэль это свет Божий и Рафаэль это исцеление Божие. Исцеление Божие. Ну, про ангелов это медраж, однако хорошо иметь такое окружение, правда? Вот, вы знаете, что вихри враждебные реют над нами, черные силы нас не тут, да, но благодаря Господу и благодаря тому, что он дает нам защиту, мы все-таки врагом можем одолеть. Когда двигались в походе, первым шел легион Ягуты, то есть три колена под руководством Ягуты. Дальше шли левиты родов Гершона и Мирари, они несли одни брусья для Скинии, другие все сосуды, все принадлежности для Скинии. Дальше шел регион Реувена, потом в самой середине левиты из рода Кеата несли ковчег. И ковчег окружали также Кагеды. И дальше шел легион Ефраима и замыкал легион Дана. Опять видите, легион Дана, он был последним, но в то же время вы знаете, что в походе последнего бывает порой намного труднее, чем первого. Говорят, что если кто-то нападал сзади и нужно отступать, вы знаете, Ариергат несет большие потери, чем авангард, потому что отступление всегда тяжелее, чем наступление. С другой стороны, колено Дана занималось тем, что оно подбирало отставших, раненых, вложило их на повозки, лечило и так далее. То есть, колену Дана было определено такие вещи. И вот видите, интересно, что каждая из колен имела определенные цвета, определенные знамена. И эти знамена и то, что на них изображалось, оно определялось пророчеством, которое дал Яков своим сыновьям и внукам там двум. И там еще были буквы имен наших пророцов. На знамени Игуды первые буквы трех имен Авраама, Цхака и Якова. На знамени Реувена были написаны вторые буквы имен пророцов. На знамени Ефраама были написаны третьи буквы. И на знамени Дана были последние буквы. И первые буквы Аврагам значит, это что? Ицхак и Яков. Что получается? Авраам Алиф и Ицхак и Яков. Алиф Юд Юд Алиф Юд Юд. Ну, не знаю, что это обозначало, но вот на имени Реувена на флаге Реувена получалось слово беда. Слово беда значит, что такое беда? Авраам Ицхак и так далее. Беда выгода. Выгода. То есть надо быть честным в денежных делах. Эфраима получалось третьей буквой. Получался Рахак, что означает отдаление. И здесь намек на то, что еврей должен избегать идолопоклонства. Это предостережение было вышитое на флаге Евраима, потому что царь Яроваам, установивший в еврейском царстве идолу, происходил из колена Евраима. И на главном знамени Дана получалось слово Макав. Авраам, да, значит, Ицхак, и Яков. Получалось Макав. Что такое Макав? Молот, да? Макаби. Это была спортивная команда Макаби. Израильская. Колена Дана. Хорошо. Флаг Реввена был красный. Реввен рубин, да, рубин тоже красного цвета. И это указывало на то, в честь шулы Реввена за его прегрешение, связанное с белой. Это служанкой и, так, ну-ка, волчатся, женой, да, как бы, ну, не женой, а наложницей, наложницей отца. А также Бог изображается являющийся и дому в красных одеяниях, символизирующих свершение справедливости. И Шаягу 63. То есть это шува, справедливость Божья, суд Божий, и в Откровении мы тоже видим Бога. В каких одеждах? Белых? Белых? Рызы его были красны от крови, да? В красных одеждах. Поэтому под красным знамением шел под красным знамением красный командир Реввен. Шимон, Шимон, флаг этого колена был зеленый, и на нем был изображен вид города Шхема. Вы помните, Шхем это был тот город, который уничтожил Шимон, да? С братьями. Леви. Хотя у Леви был собственный флаг, мудрецы исключают его, не включают его флаг число 12 знамен. На флаге Леви был изображен нагрудник первосвященника, потому что это колено, давало когенов, священников. И знамя было на одну треть белым, на одну черным и на одну красным. Белый намекал на безгрешность левитов в Египте, и в пустыне они были чисты от греха. Черный означал, что со стороны левитов левиты казались черными, как вороны. Они были поглощены изучением Торы и не обнаружили никаких мирских совершенств. А красным напоминало о крови жертв, которые когены вносили на жертвенники. Игуда был синего цвета с вышитым на нем изображением льва. Синий цвет связывается с престолом небесной славы. Игуда являл собой на земле царское величие Гошема. Вышитый на знамени лев напоминал о том, что благословение Якова какое для Игуды? Лев. И мы знаем, что Ишуа Мессия как назван? Лев из колена Игуды. Там Иссахар Иссахар у него было черное знамя с изображением солнца и луны. Его эблема небесные тела означало, что люди этого колена были с ведущей в астрономии и могли делать вычисления еврейского календаря. Завулон – белый флаг с изображением корабля. Помните, что Завулон где находился? Да, по берегу моря. И своими доходами от морских плаваний люди этого колена поддерживали колено Иссахара, погруженное в изучение Торы. Белый цвет символизировал их счастье, чистоту побуждений, хотя и они были в торговле, но совершали они плавание с счастливой убежденностью, что раз они употребляют свои деньги на поддержание Торы, то Ашем дарует им удачу. И действительно, еврейские мореплаватели, я верю, доходили в свое время до Америки, до Юга Африки, до Индии и, возможно, даже дальше. Дан. Дан был знамя цвета сапфира. сапфира. Какой сапфир? Голубой и синий цвет, да? И на нем было изображение змея. Дан, да? Помните? Дан твердый, крепкий, как сапфир, и он нападает подобно кому? Змею. Змею. И мы говорили, что, похоже, что всадник, который находится в Ленинграде, да? Наверное, евреи сделали это под влиянием пророчества нашего праотца Якова. Только там не всадник змея попирает, а еврейский змей скидывает в садиках, которых Российская империя была образом антисемитизма. Кстати, вы знаете, что Ленинград это город конкретно находящийся под проклятием. Здесь погибло более полмиллиона человек при строительстве этого города. И кроме того, даже вот сам этот символ, вот этот гром-камень, гром-камень, который находится в Ленинграде, почему он называется гром-камень? Он был рассечен молнией. Это был один камень большой и откололся кусок. И поэтому камень какую приобрел форму? Как будто волны. И вот на этом камне приносили жертву человеческие язычники и теперь на этом камне стоит в Ленинграде памятник. Нафтали. Флаг рыжепурпурного оттенка, напоминающий цвет разбавленного вина. Эблема нафтали лань, потому что Яков употребляет подобие ланьи. Ашер, флаг Ашера бледного голубого серого цвета жемчуга. И на нем было изображение оливкового дерева. Ефраим, флаг был черный, на нем был изображен бык. И бык, да, вот, он что символизирует того, кто по силе своей уподобится быку, быку. Менаши, 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 на его знамени черном был изображен дикий буйвол, напаякавший на происхождение из этого колена судью Гидеона. То есть бык домашний, на Ефраиме, а Менаши дикий был изображен. И конец Бениамин, в нем сочетались все цвета знамен, и это напоникало на цветную одежду, многоцветную одежду, да, Бениамина, и был изображен на знамени Волк. Примерно эти знамена, сейчас я вам покажу, как они выглядели. Ага, у меня здесь в другом месте картинка. Хорошо, здесь у меня этой картинки нет, они у меня в другом. Ну, хорошо, делаем что? Перерыв. Хорошо.